Друзья, всем привет! Жука Витальевна, на связи сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Охрененный сетап показывает биткоин. Да, я сегодня решил вечером записать ролик, на утро сделаю публикацию, но заодно посмотрим, вероятно, уже на завершении недельки мы этот сетап отыграем. Но, по крайней мере, сейчас вероятность на то, что мы получим те движения, которые обсудим в ролике, ну, крайне высока. Разберем с вами ситуацию по биткоину, по эфириуму, затронем рипл, потому что, ну, многим он сейчас очень сильно подпортил жизнь. Ну и, соответственно, по моей позиции с догикоином, не забывайте то, что раз в 500 подписчиков мы разыграем 150 долларов. Лайк, подписка, комментарий, соответственно, для того, чтобы участвовать в данном розыгрыше. Ну и, соответственно, не забывайте то, что в описании есть ссылочки на мой бесплатный телеграм-канал и на мой тикток. Добро пожаловать на график, мы с вами начинаем. Разбор ситуации по традиции с вами начинаем с биткоина. Обалденный сетап. Я неоднократно писал в свой телеграм-канал то, что уровень 47 тысяч защищают обалденно. Действительно, каждый раз, когда мы подходим к этой зоне, у нас с вами появляется очень мощный покупатель. И почему защищает уровень 47 тысяч? Давайте выйдем с вами на дневки и поймем, что, соответственно, после этого уровня у нас, по сути, либо ослабление поддержки, это 41 тысяча, либо чуть-чуть ниже, вот к этому уровню поддержки, это 39 тысяч. То есть, соответственно, очень серьезно тут при пробитии 47 могут опрокинуть рынок. И сейчас, в моменте, уже 2-3 дня, мы наблюдаем вот эту активизацию лонгистов. Действительно, очень хорошо защищают эти уровни. Я думаю, что наш минимум, это ретест 50. Это минимум ретест, который мы тут получим. Дальше, соответственно, смотреть от пробития. В случае, если мы тут пробиваем, разумеется, мы идем к предыдущему хай, это уровень 52 тысяч. Ну и плюс здесь формируется сила, и потенциально здесь могут сформировать панику лонгистов. А следующий уровень, который у нас с вами есть, это граница сопротивления. Где-то уровень, я вот сюда бы поставил, где-то уровень 56, давайте округлим, 57 тысяч. И очень великая вероятность, что здесь получится такое перекрытие. Но изначально, конечно, надо плясать вот от этого уровня сопротивления. То, что мы с вами уже поломали формацию ослабления уровня поддержки, это здесь очевидно. Потому что, когда у нас ослабляется уровень поддержки, мы получаем с вами отскок. И даже если у нас здесь еще какая-то подобная формация формируется, но, как правило, такие формации не формируются, сразу мы уходим на ретест и уже консолидацию где-то здесь наблюдаем. А здесь, извините, мы получили хороший откуп уровня, на который маловероятно еще сюда вернут. Я имею в виду, что это локалка средний срок, поэтому локалку я рассматриваю уровень 50 тысяч долларов. Что касается ситуации среднесрочной, у меня складывается впечатление, что пройдем и все-таки ретестим вот этот хай в районе 52 тысяч долларов. Отличный проект, доказавший свою честность и надежность, на котором можно делать большие деньги, это Inleaks.io. В этом проекте работает топовая команда по трейдингу, что показывает одни из лучших результатов на рынке крипты. В день на этом проекте можно делать от 3 до 9% ежедневные прибыли с возможностью в любой момент вывести весь свой вклад с дивидендами. Я лично вложил в данный проект 1,5 эфира, то есть 7 тысяч долларов и получаю ежедневно по 6% прибыли. Могу с уверенностью заявить, что проект надежный, быстро обрабатывает выводы и дает людям хорошую возможность заработать. Ссылка на проект в описании под роликом. Относительно ситуации по эфириуму, ну прям ровно все, что мы с вами обозначали. В очередной раз мы с вами зашли за уровень психологический, уровень 4 тысяч. Хотел бы обратить внимание, что я еще в прошлом выпуске говорил, что биткоин у нас выглядит довольно сильно. Вероятность всего эфир тоже здесь будет получать либо удержание уровня, либо восходящее движение удержания уровня мы с вами получили. Я думаю, что пока что мы ниже уровня 3 тысячи, несмотря на то, что здесь был откуп 3.830, на самом деле уровень поддержки у нас находится на уровне 3.750 плюс-минус. И я думаю, мы до этих уровней сюда уже не пойдем в локалку. Да, здесь вероятно коррекция, потому что мы здесь уже отыграли восходящее движение, но я думаю, коррекционное движение вот этими фракталами ограничится. Соответственно, ограничится поддержкой в районе 3.900, 3.950. И, соответственно, дальнейшая цель это ретеста 4.250, если я не ошибаюсь. Ну да, в районе 4.250, вероятнее всего, этот уровень мы с вами тоже получим. Говорить за то, что мы с вами пойдем дальше еще выше, пока что не готов. Хочу посмотреть, как здесь отработает себя актив, но вероятность то, что в локалку мы это все дело будем тестить, крайне высока. Однако, это не должно вводить вас в заблуждение, что я рассматриваю тут абсолютный рост. Нет, если мы открываем с вами крупные таймфреймы, я вам напоминаю то, что это дневки, то есть каждая свечка – это дневка. И я вам напоминаю, какой рост мы с вами получали. И вот эту вот формацию назвать разгрузкой нельзя абсолютно точно. Поэтому я думаю, что даже несмотря на то, что среднесрочно здесь у нас могут еще подкинуть выше, как минимум в эту зону, а это уровень там должен быть 3000 где-то, да, 3200, да, нас должны откорректировать. Ну, на самом деле, я бы сюда, это 2700, скорее всего, да, 2700. Вот, на уровень 2700 у нас с очень большой вероятностью в глобалку будут кидать. Относительно ситуации по реплу, на самом деле он здесь себя довольно некорректно повел, потому что мы с вами прошли уровень сопротивлений, и здесь действительно начали формироваться покупатели. Их довольно быстренько закинули. Ну, извините, для этого мы с вами неоднократно также обсуждаем. Для этого есть такое понятие, как закрепление. Закрепления здесь абсолютно точно никакого не было, поэтому здесь, конечно, на пробои, на опережение, кто заходил, конечно, здесь попали. Довольно неплохо скинули. Я обозначил вам в прошлом выпуске то, что плюс-минус подобные движения мы с вами получим. Сейчас пока что я думаю, что мы еще будем с вами продолжать наблюдать боковичок в этом формате. Я не думаю, что мы уйдем сильно ниже, но и не думаю, что совсем в ближайшее время мы с вами будем проходить уровень 92 центов. То есть на ближайшие там два где-то дня, я думаю, истина у нас с вами будет где-то посередине, так как мы с вами ушли к нижней границе канала, с большей вероятностью следующий уровень, который мы будем с вами ретестить, это район 87-88 центов, это где-то здесь. Там будем смотреть, возможно, будет опять докидывать до уровня плюс-минус 90, но надо будет смотреть по объему. Пока что, да, здесь от этого уровня локально восходящее движение, но не взрывное восходящее, вряд ли это среднесрочно восходящее. То есть пока что, я думаю, что локально восходящее, среднесрочно все-таки здесь еще у нас с вами будет боковичок. Относительно ситуации по DogiCoin, ну, собственно говоря, все, ничего не меняется, все как было, здесь довольно оптимально для покупок, так и осталось. Хорошие уровни стопов, я честно хочу сюда еще добавляться, но я просто понимаю, что есть риски, и я уже нормальную сделку набрал, и лучше я добавлюсь на пробитие 20 центов, чем сейчас буду рисковать. Там, знаете, не такой большой процент и запас, ну, процент, конечно, 25%, но все равно. Я лучше добавлюсь там, потому что, когда мы с вами будем проходить 20, нас почти гарантированно отправляют на 23, а там уже надо будет смотреть в моменте, но вероятнее всего в рамках глобальной формации также мы с вами двинем на 25-29 центов. Что с текущих, очень крутой процент. Поэтому пока что я исключительно работаю по этому активу в глобалку, я рассчитываю получить вот подобного плана движения, и учитывая, какие уровни поддержки мы сейчас с вами тут тестируем, получить движение такого плана, ну, здесь вероятность, я считаю, довольно неплохая. Я думаю, что даже если здесь у нас сильно польется биткоин, предположим, его начнут укатывать, вернут к уровню 42 тысяч, типа, сильно ниже этих уровней мы не упадем. Я не думаю, что мы с вами выйдем вот в эту консолидацию в уровне там 5 центов и тому подобное. Ну, это просто бы не билости. И, извините, здесь все-таки в активе очень большой интерес. И даже сейчас ежедневный объем проторговок, который проходит, но он просто колоссальный. Ну, и плюс, соответственно, капитализация актива. То есть, на самом деле, в этом активе огромное количество денег, огромное количество людей заинтересованных. Да, возможно, какие-то там среднесрочные выносы тут будут, но что касается перспективы на долгосрок, я думаю, здесь вероятность заработать. Ну, во-первых, как минимум, средний срок вероятность заработать большая. Что касается долгосрока, я думаю, что если не пробой от ИХ, хотя вполне вероятен и пробой от ИХ в долгосрок, то как минимум куда-нибудь вот сюда, в район, там, полтинника, нас вполне могут с вами отправить. Причем на эту вероятность очень хорошая. Поэтому я хочу поучаствовать в этих движениях. И я понимаю соотношение риска и прибыли. Я думаю, что оно неплохое. В конце концов, даже если очень сильно подпечет, здесь огромное количество уровней, от которых можно поставить стопы. Поэтому, конечно, вы сами должны выбирать себе наиболее подходящие активы на локалку среднесрок. Я пока что останавливаю свое внимание на догикойне. Подводя итоги, хотел бы сказать, что действительно сейчас биткоин показывает локальную, даже потенциально среднесрочную силу. Действительно уровни удерживаются. Действительно делается очень многое для того, чтобы нас сейчас не провалили к уровню 42 тысяч. Я вот эти вот откупы, несколько откупов наблюдал в моменте. Ну, прям супер агрессивно откупают. То есть, чтобы вы понимали, это не то, что мы подходим к 47 минут, там у нас на 500 долларов. Сразу на полторы тысячи вверх откидывают. На полторы, там почти на две тысячи вверх откидывают. То есть, прям объем заходит очень серьезный. И мы уже с вами получили несколько сквизов локальных. То есть, можно было бы сказать, что сейчас мы получаем полку вот этого накопления. И даже если будет рост, то мы получим с вами еще более сильный какой-то вынос вниз. И потом уже восходящее движение нет. Мы с вами уже большое количество локальных сквизов пронаблюдали. И, ну, вероятность на то, что мы с вами уходим сейчас на ретест 50, она очень сильно большая. Поэтому, собственно говоря, я от этого отталкиваюсь и вещаю данную информацию вам. Если эта информация вам полезна, данный выпуск поддержите своим лайком, комментарием и подпиской. Ну и, соответственно, поддерживая меня таким образом, вы еще и участвуете в розыгрыше 150 долларов раз в 500 подписчиков. Да и, собственно говоря, все. До следующего выпуска, друзья. Работаем. Надежный проект, в котором я зарабатываю по 9% прибыли в день. Ссылка на проект в описании под роликом.